В общем, первая лекция у нас посвящена тому, что такое вообще операционная система потому что хорошего четкого понятия у этого термина нет и вообще слово операционная система перевод с английского, на мой взгляд, не очень удачный я рассказываю про то какие задачи она решает операционная система и рассказываю про архитектуру такой типичной так называемой монолитной операционной системы ввожу три разных вида интерфейса к операционной системе это ABI то есть binary интерфейс второй вид интерфейса это API это программ интерфейс когда мы пишем программу на C и третий командный когда мы пользуемся командами операционной системы как-то их интегрируем друг с другом понятно, что задачу унификации которую решает операционная система невозможно решить без изобретения более высоковольных инструментов в первую очередь более высоковольных инструментов программирования потому что ассемблер он для всех архитектур разный задачу унификации он не решает вот тут должна появиться идея языка C здравствуйте значит, мы продолжаем курс архитектуры компьютеров и операционной системы у нас на самом деле из цикла архитектуры довольно много чего из того, что хотелось бы сказать, не сказано в этом модуле мы будем немножко допиливать ту часть, которая относится именно к архитектуре из сегодняшнего разговора я думаю, будет понятно, почему вот ну, то есть, мы на самом деле далеко не все рассмотрели далеко не все, как это нынче говорят, вызовы рассмотрели, которые возникали перед компьютеростроителями когда они, значит, свои компьютеры строили тем не менее, у нас тематика нашего модуля меняется ну, нового поэтому я планирую, что у нас будет лекция в разбивку одна лекция по архитектуре ну, и значит, с углублением в какие-то теоретические части а одна лекция по предложению по предложению начальства нашего будет по языку Си вот что, напоминаю в идеале нам упростит домашние задания, потому что они будут с недельным интервалом они, вот, как в прошлый раз непонятны было много возни из-за этого насколько я помню вот значит, что касается языка Си мы к нему сегодня придем сначала немножко бла-бла вот как обычно я бы очень хотел поговорить с вами так сказать, в нелекционном формате видимо, придется это сделать сегодня относительно того что именно проси вам нужно объяснять а что не нужно потому что я так понимаю у вас был какой-то Си Плю Плюс вот говоря о Си Плю Плюсе надо сразу сразу понять, что Си и Си Плюс Плюс это разные языки программирования ну, разные вот с разной идеологией принципиально принципиально разной вычислительной моделью вот и так так сложилось так совпало похожим синтаксисом ну, вот соответственно учить или там, скажем, изучать Си после Си Плюс Плюс слегка тяжеловато потому что особенно для людей которые привыкли программировать ну на высоком уровне потому что куда ни сунешь ничего нет поэтому мы довольно аккуратно будем заходить к Си но сначала как я обещал бла-бла значит у нас открывается модуль который называется операционные системы и я начну тут вот некоторые любят определение вот я начну с определения что операционные системы это такой такой программное обеспечение или программный комплекс потому что может быть это не одна программа которая обеспечивает три функции все три функции связаны с ресурсами нашего компьютера аппаратными вычислительными всякими в первую очередь унификация во вторую очередь разделение ну и отчасти учет или так скажем грамотная честная честная раздача потребления этих ресурсов да вот слово учет он тут такой не целый то есть биллинг не входит в задачи операционной системы вот а именно что распределение честная раздача этих ресурсов входит вот итак унификация разделение и учет кстати сказать из этого определения уже следуют некоторые вещи которые мы с вами должны в части архитектурной поизучать потому что нетрудно догадаться что кое-какие штуки связанные с разделением как раз или с возможностью защиты ресурсов которые принадлежат одному процессу от другого они без аппаратной реализации не очень хороши но об этом поговорим в следующий раз у меня тут на экранчике ничего давайте мы будем делать что-то вроде конспекта лекции поскольку у нас доску не будет видно на записи вот вместо доски сделано что-нибудь такое да значит унификация разделение учет операционная система операционная система это унификация разделение и учет ресурсов компьютеров учет ресурсов компьютера что мы имеем ввиду когда мы говорим под ресурсами ну давайте пофантазируем что нам нужно разделять между процессами которые работают в рамках одной операционной системы ну пока что будем говорить в рамках одного компьютера ваше предложение да оперативная память еще напоминаю что я задаю только тупые вопросы умные вопросы когда я задаю умные вопросы я заранее предупреждаю вот да совершенно справедливо процессорное время я сейчас расскажу я сейчас расскажу для тех кто на это все смотрит слегка с непониманием о чем речь идет ну и последнее это собственно все внешние устройства к которым наши программы задумывают обращаться потому что если они задумывают это сделать совершенно одновременно безо всякого распределения и учета то может получиться каша вот я не знаю я думаю что мы как раз вот в этом модуле будем писать программы которые запускаются в фоне и все одновременно выводят на один и тот же экран и получается ожидаемая каша когда несколько потоков вывода совмещаются на одном устройстве значит внешние устройства они туда вообще проходят если их сразу не могут смотрите если операционная система позволяет почему бы нет да то есть об этом собственно и речь то есть когда мы говорим о разделении внешних устройств с этого да когда мы говорим о разделении внешних устройств мы в первом говорим о дисциплине доступ к ним то есть допустим ну не знаю допустим звуковая карта с одной стороны вы там играете музыку а с другой стороны например у вас там какой-нибудь мессенджер с звуковым уведомлением и то и другое должно проходить через звуковую карту значит значит такой такая дисциплина разделения вам нужна другое дело что звуковая карта как правило все-таки прикладная функция это не не относится к непосредственно операционной системе но это ресурс который надо разделять и надо уметь это сделать вот значит что касается разделения памяти и разделения процессорного времени это как раз та часть которую мы с вами еще не посмотрели на архитектуре а именно поддержка многозадачности значит про многозадачность я сейчас тоже немножко расскажу где моя шпаргалка да вот она как раз именно сюда я и перехожу значит про многозадачность я сейчас тоже немножко расскажу к сожалению времени у нас на это особо нету. Историю вычислительной техники я вам тут читать не буду. Но представьте себе ситуацию. Вот те самые компьютеры, которые в 40-х и 50-х годах изготавливались. Самый первый компьютер вообще, строго говоря, не был электронно-вычислительной машиной, потому что он был непрограммируемый. Этот самый ИНИАК, Электрон, ИЦАК, он был просто вычислителем. То есть там у него была заданная программа, ему загружали соответствующие данные, а он их грыз и выдавал данные обработанные. Правда, надо сказать, что программируемым был еще более самый первый, нулевой, так сказать, компьютер. Это компьютер, который делал Чарльз Бэмбич. Механический. Вот он был программируемый. Говорят, идея вообще написания программы принадлежала той самой девушке Аде Августе Лавлейнс, в честь которой был назван язык программирования. Так он и назывался, Ада. Надо сказать, что когда человек там в 80-е годы ехал в метро и читал вот такую толстенную книжку с написанием «Язык Ада», вот, на него оглядывались. Вот. Она еще там была в двух изданиях, была такая красивая бежевая, была черная книжка с золотым тиснением. Возвращаясь к нашим баранам. Так вот, как только компьютеры стали программируемы, стало возможно написать на каком-то носителе программу, заранее несуществующую, засунуть ее в компьютер. Как правило, это были либо перфокарты, то есть такие, может быть, вы видели, как это было устроено, такая, значит, из плотной бумаги, там привязались дырочки, дырочки соответствующие, сейчас соответствовали битикам, потом вот такие пачки вставлялись в считыватель, вот, и это была программа. Вот. Понятное дело, что таким образом можно было одну программу ввести в компьютер, и он ее выполнял. Ровно так, как мы с вами поступали с эмулятором Марс в прошлом семействе. Да? Мы вводили одну единственную программу, жали педаль, он выполнял задачу, значит, получали вывод. Вот. Совершенно несложно к этому было приделать какую-нибудь автоматику. Ну, например, такой автоматикой обладал EJage, который брал вашу программу, Марс, загружал ее в Марс, давал ей на вход один тестовый файл, жал педаль, получал вывод. Давал ей на вход второй тестовый файл, жал педаль, получал вывод. Такой режим работы, давайте немножко про историю, да? Такой режим работы получил название пакетного режима выполнения программ. Вот. И как раз для пакетного режима ничего не нужно, кроме того, что мы уже знаем вот из прошлого модуля. Пакетный режим выполнения программ состоял из, не так, описывался очень просто. В каждый момент, не так, в течение какого-то определенного промежутка времени выполнялась ровно одна задача. Эта задача получала доступ ко всем ресурсам нашего компьютера, полностью занимал 100% процессорного времени, полностью занималась сколько хотела памяти, вот, и имел возможность управлять всеми внешними устройствами. А дальше дисциплина была такая, если задача работала слишком много, приходил кудесник в белом халате, ну, оператор ИВМ, жал на другую педаль, все останавливалось, он отсылал автору сообщение о том, что твоя программа работала слишком долго, ты выжил на лимит времени, до свидания, все, брал следующую пачку перфонкарта, вкладывался в читатель, жал на первую педаль и запускал следующую задачу, пакетный режим. Вот. В однозначном режиме, естественно, никакого разговора ни унификации, ни тем более о разделении учета ресурсов не было, учет ресурсов был вручную, вот, разделение не требовалось, а вот унификация могла, мы ее могли спихнуть на программиста. Ну, слушай, ну, дорогой, ну, ты же программируешь под нашу великую машину, ну, не знаю, там, сетую. Ты должен знать все, как она работает. То есть, напиши программу, которая, прямо вот в машинных кодах, которая пользуется всеми удивительными возможностями, а это действительно была очень прогрессивная машина, сетная на те времена, где-то какие, 60-е годы. Вот. Значит, не нужна никакая унификация. Программист сам себе унификатор. В какой-то момент, когда компьютеров стало больше, и область их назначения вылезла за пределом просто банального грызения чисел, вот, стало очевидно, что на самом деле задачи бывают, ну, так, примерно двух видов. Бывают задачи счетные, а бывают задачи обменные. Опять-таки, не сейчас, хотя очень хочется рассказать историю возникновения операционной системы ЮНИКС и ЮНИКС-подобных систем, которые весь, короче, вплоть до, да нет, даже сейчас существуют настоящие ЮНИКСы, правда, уже такие памятники себе, но вот Линукс, например, наследует именно этой идеологией. Вот. Очень хочется рассказать всю эту историю, но, видимо, нет. Скажу только вот что. Что отцы-основатели ЮНИКС-систем, это Денис Ричи и Кен Томпсон, как раз работали над тем, чтобы написать нечто, чтобы у них основная работа была написание какого-то форматировщика документов или что-то такого, то есть программа, которая берет спецификацию документов в одном формате, как-то их жует и выдает спецификацию документов в другом формате, ну, например, в пригодном для печати на принтер. Вот этим они занимались. Вот. Это было довольно неинтересно, а главное, на очень медленных компьютерах и очень медленных внешних устройствах диски тогда были медленные. Вот эта задача, она на 90% состояла из чтения и записи. Вот так и были устроены обменные задачи. Внешние устройства, мы об этом говорили в прошлый раз, очень медленные. Вы помните? Ну, самое медленное внешнее устройство все помните какое? Человек. Вот. Но, например, устройства, которые там делают что-то такое вот хитрое, механическое, они тоже, ну, невероятно медленные, поэтому, вот. И, значит, ребята были молодые, кому-то из них пришло в голову написать, ну, игру, которая называлась, она называлась Super Star Trek, но поскольку на слово Star Trek, на слово сочетание есть копирайт, то во всех историях о создании Unix она, как это сказать, политкорректно называется Super Star Travel. Вот. Ну, потому что она называлась ССТ, и, значит, эту вариатуру с некоторой натяжкой можно расшифровать как Star Travel. Вот. Которая состояла, в общем, она была текстовая, ну, как текстовая, там рисовалось такое поле, значит, типа местная галактика, там были звезды, планеты, можно было что-то причалить, грабить караваны, ну, вот это все. Обратите внимание на то, что обе задачи и задача форматирования документов и задача, вот, если можно назвать задачей, поиграть с компьютером очень медленные, особенно задача поиграть с компьютером, потому что она как раз включает в себя самое медленное устройство. Вообще говоря, вычислительной мощности любого компьютера должно хватить на то, чтобы сначала долго ждать чтения с диска, потом чего-то быстренько пожевать, потом долго ждать чтения на запись, и параллельно с этим, параллельно с этим общаться с человеком, например, его игрушки. И вот здесь немеримно возникают эти две задачи. Задача разделения времени и задача, скажем так, одновременного выполнения нескольких процессов в памяти. Понятное дело, что это одновременное такое в кавычках, да? Почему в кавычках? Все-таки тут написано историю «Я жив». Почему в кавычках? Потому что у нас, вообще говоря, процессор один, он в каждый момент времени выполняет ровно одну программу. Ну, вот когда у нас, скажем, два ядра, или там, не знаю, 16, много, мы, наверное, можем сделать так, чтобы процессор выполнял одновременно несколько программ. Сколько в этом проблем мы поговорим на одной из лекций, посвященной архитектуре. Что там не так все просто. Но в те поры, естественно, все компьютеры были однопроцессорные. Не все. В большей части своей компьютеры были однопроцессорные. Значит, две задачи. Разделение времени, разделение и защита памяти. Как можно организовать разделение времени? Вот самый простой способ. По очереди что? По команде слишком много потратится времени на переключение контекста. На самом деле по таймеру все правильно вы говорите. Мы выделяем некоторый квант времени на выполнение программы и если она за это время не закончилась, мы не говорим все, давай, до свидания. Говорим, ну хорошо, подожди. Дальше мы отгружаем контекст программы. Что такое контекст? Это та область памяти, которую она занимает, те регистры, которые она использует, включая регистры не общего назначения, а, скажем, регистр программ-каунтер, ну, короче, вот это все. И загружаем другой контекст. Вот. Поработает одна программа, поработает другая. Такой режим называется замещающая многозадачность. Когда задач одновременно выполняется много, но в каждый момент времени одна. идея стоит в том, чтобы поделить немножко время между задачами, вот, причем как нетрудно, нетрудно этот алгоритм поработал одна задача свой квант, поработала другая задача свой квант и так дальше, нетрудно этот алгоритм оптимизировать с учетом того, что многие задачи обменные. Вот если эта задача счетная, то понятно, она выживет свой квант от начала до конца. Вот она включилась, загрузила контекст и давай свою формулу грызть. А если эта задача обменная, может вполне случиться так, что она запустила операцию ввода-вывода и сидит ждет прерывания, ей ничего делать не надо. Мы говорили о том, что в прошлом модуле, что есть два способа работать с внешними устройствами, медленными, неэффективными, полинг и эффективные прерывания. В этом месте нам надо придумать еще одну искусственную сущность, которая будет как раз свойством операционной системы, которая будет называться ожиданием прерывания. То есть, смотрите, если у меня в программе написано прочитать из файла, то вообще говоря, мне не обязательно предусматривать какие-то еще действия, которые моя программа будет судорожно делать, пока из файла оно читается. Потому что я хочу прочитать и обработать данные. И в случае, если у нас однозадачная система, это время на чтение, которое тратится на то, чтобы прочитать из файла, уходит в никуда, а в случае, если система многозадачная, мы можем просто сказать так, я свой квант не выжрал, но мне сейчас времени не надо, давай переключай на другую, кускай поработает кто-то, кому это важнее. на персональном жарконе называется спать на ресурсе. Ну, то есть, задача переходит в состояние sleep, потому что она не работает. И sleep, а проснется она, когда что-нибудь произойдет, например, закончится операция вода-вывода. Вот она может спать на диске, на таймере, ну, в общем, на всяком. разделение времени. В принципе, в принципе, обеспечение просто замечающей многозадачности с защитой памяти не требует, а разделение памяти требует. Ну, понятно, у вас программа номер один и ее данные лежат в одном месте памяти, программа и номер два и ее данные в другом месте памяти. Если бы у нас хватило времени, я бы показал даже такую дешевую пластиковую имитацию замечающей многозадачности на Марсе. Я ее сделал в свое время. Возможно, если порыться на сайте Unix, там будет этот код, он довольно большой, там порядка двухсот строк, но, как бы, если это действительно кому-то интересно, на это можно посмотреть. Но это именно имитация, то есть там сохранение контекста сделано вручную, все сделано вручную. Да, причем, понятное дело, что в Марсе, если вы помните, нету такой сущности, как стек ядра, поэтому приходится его тоже имитировать. Но, кстати, имитацию стека ядра мы делали с вами. Совсем другая картина возникает в случае, когда мы запускаем, грубо говоря, задачи, принадлежащие разным пользователям. А, нет, смотрите, разделение времени еще на самом деле блокировка устройств. Это, конечно, вот то самое, что если мы, например, выводим на экран, то было бы очень неплохо, чтобы наши несколько задач выводили не одновременно, а в каком-то порядке. Но с экраном, ладно, с экраном как раз мы договорились о том, что туда можно выводить в перемешку, это сами себе злобные муратики. А, допустим, ну вот, например, работа с тем же диском, да, мы не можем одновременно две команды записать в разные места, послать. Или, ну да, вот с диском я, пожалуй, облажался. Вот, ну не знаю, ну мышка какая-нибудь, да, вот, когда мы работаем с устройством ввода-вывода, особенно ввода, вот вывод-то ладно, вот устройство ввода, ну точно не может одновременно опораживаться несколькими программами, потому что каждый из них достанется свой непонятно какой кусок. То есть, мы можем устроить какой-то стэк, то есть, сделать одну, один приемник этого ввода, а потом раздавать разным людям, вот как делается мышка в оконной системе, да, потому что события, которые приходят от мышки, передаются разным оконам. Но это чисто синтетическая штука. В действительности обрабатывать, обрабатывать физические события, которые приходят от мышки, этим занимается ровно один кусок программного окона. И он это дело блокирует, если кто-то другой туда полезет, то он может все исправить. Вот. То же самое относится на самом деле к звуковой карте. То есть, где-то на уровне программном мы разруливаем вот эти возможности играть, но реально вот пишут, буквевки, вот те самые управляют устройства с помощью input output или с помощью memory mapping input output, который у нас был в прошлом семестре, ровно один кусок кода. Если они будут делать это вдвоем, получится ерунда. Непонятно. Не очень. Давайте вспомним прошлый модуль. Вот у нас есть это страшное устройство под названием клавиатура, которую надо было опрашивать в четыре приема. Значит, один цикл опроса этой клавиатуры в четыре приема выглядит так. Мы сначала пишем номер, потом считываем строчку, потом пишем следующий номер, считываем строчку и так до тех пор, пока мы это не сделаем. Представьте себе, что у нас одновременно работают одна или две или несколько программ, которые делают это. Одна написала строчку, захотелось считать номер один, после этого вторая считает строчку номер три, после этого первая что-то считает, ну, короче, разброт и шатание. Блокировка устройств важная вещь. Другая картина возникает, когда мы запускаем в рамках одной операционной системы задачи, принадлежащие, грубо говоря, разным пользователям. То есть, ну, это же нормально. Это нормально, даже если мы вот эту историю прослеживаем не вплоть до персонального компьютера, а просто вот, смотрите, пакетный режим, там же вот этого лаборанта, у него, значит, на этой полочке стоят стопки перфокарт, принадлежащие, вообще говоря, разным людям. Вот. Они работают с разными данными. Не исключено, что, то есть, не просто не исключено, а совершенно очевидно, что если мы одновременно в памяти держим несколько программ, то мы бы очень не хотели, чтобы они вмешивались друг в дружки на данные. Ну, и не исключено, чтобы мы вообще не хотели, чтобы они даже могли их прочесть, потому что данные могут быть секретными, например. Вот. Значит, я бы сказал так, многопользовательский режим и что там в многокольском режиме, разделение доступа. Вот. То есть, помимо того, что мы должны обеспечить нормальную работу вот этих самых внешних устройств или, скажем, памяти, мы еще должны обеспечить некоторый механизм, который гарантирует нашим процессам защиту от доступа, в том числе и на чтение, не говоря уже о назаписи, в случае, если это необходимо. Вот. Громче. Можно быстрее что-то блокировка? А если для программы пытаются достать до одного средства одновременно, то вторая последствия показывает что-то говорить? Зависит от дисциплины. То есть, зависит от того, как мы придумаем. Я сейчас только ставлю проблему, да? Вот. Скорее всего, да. Скорее всего, нужен какой-то инструмент, который покажет, что устройство занято и до тех пор, пока оно не освободится, вторая будет либо ждать, либо периодически ее полить, на этот раз уже полить статус, либо повесить туда, поспать на этом ресурсе, как обычно. Вот. Кстати, довольно типичная ситуация, когда программа спит на воде вывода именно потому, что другая программа в это время его активировала и активно живет здесь. Вот в этом месте, в том числе памяти напишу, да? В этом месте у нас опять появляется запрос на улучшение архитектуры, потому что мы, конечно, можем обеспечить программную защиту доступа к памяти, но в принципе, вот когда мы программируем в Марсе, никто нам не помешает прочесть ни с какого адреса памяти, если, ну, как бы вот из-за всей пользовательской памяти вообще. Вот. Поэтому, если у нас там будут две программы, одна программа залезть в память другой и все там испортить, может только так, случайно. Вот. А нужен какой-то механизм защиты. Но об этом, об этом мы будем говорить даже не в следующий раз. Вот. Это что касается, это что касается того, что должна делать операционная система. Теперь относительно классической архитектуры операционной системы, как вообще это чаще всего устроено. Не всегда. На самом деле, во, на самом деле я забыл рассказать о самом термине operating system, потому что, ну, так случилось, что, когда вот я уже учился, понятие операционной системы для меня, это было два таких магических слова, обозначающие, ну, примерно то, что я вижу на экране, значит, как я с этим работаю. Но в действительности operating system, это же, как это правильно сказать, это операционная система не очень правильный перевод. Правильный перевод системы использования компьютера, как, how to operate a computer, да, operating system, это значит, как, как работать с компьютером систематически. Потому что, было же как, вот, компьютер строили там 10 лет, и 10 лет под него писали какое-то программное обеспечение. Потом, значит, садился вот этот самый худесник в белом халате, изучал этот компьютер много лет, ну, год, ладно, и изучение компьютера сопровождалось изучением имманентно этому компьютеру программного обеспечения. эта ситуация длилась довольно долго. Так, вот, несколько десятков лет, да, то есть построение компьютера и построение программ для него было примерно одинаковым таким вот трудом, серьезным. Вот. потом выяснилось две вещи, что железо строить долго, а программы писать, в общем, относительно быстро. И их стало много, и все были разные, и настала пора как-то договариваться о том, как вообще эти программы использовать повторно, чтобы каждый человек не писал для себя вот ту самую систематизацию использования компьютера, которая, которая, желательно, чтобы у всех было общей. Вот тогда-то и возник термин operating system, то есть как работать с компьютером. Вот тогда-то возникла идея о том, что на разных компьютерах может быть одинаковая операционная система, по крайней мере, свит. Это, опять-таки, немножко отступление. Так вот, классическая архитектура. Классическая монолитная архитектура. Почему монолитная, скажу позже. Главной частью операционной системы является ее ядром. Вот у нас, помните, как-то был на семинаре разговор про ядро. Вот настало время про него поговорить поподробнее. Значит, ядро операционной системы обеспечивает механизм реализации вот тех самых свойств унификации, разделения, учет, которые являются задачами самой операционной системы. Значит, по-английски есть прекрасное слово implementation, по-русски нету, ну, давайте напишем реализацию. Да, механизм механизм реализации унификации, разделения и учет. Я думаю, мы поймем, что это значит. Это значит, что в любом случае, если мы, например, предусмотрели в нашей аппаратной архитектуре разделение памяти или многозадачность, то есть, понятие контекст процесса поддерживается аппаратно. Допустим, есть несколько групп регистров, мы между ними переключаемся. Вот механизм переключения между регистрами, механизм выделения памяти, механизм переключения между задачами, скажем, по таймеру. Вот это все должно предоставлять ядро. Никто иной это сделать не может. Ядро постоянно находится в памяти, постоянно выполняется. Это такой невыгружаемый из памяти компонент операционной системы. Когда мы будем говорить про архитектуру, мы еще увидим, что ядро работает в специальном режиме работы процессора. Помните, в Марсе было такое подобие режима ядра, когда мы говорили, что старшие адреса в архитектуре MIPS предназначены для ядра и по идее мы можем, скажем, ходить к МИО в настоящем МИПсе только из пространства ядра, а из пользовательского не можем. Но в МИПсе это было сделано немножко примитивно, в действительности все несколько сложнее, в действительности есть два разных режима работы процессора. Разные. В одном из них режим ядра и режим так называемый юзер-спейс. В режиме ядра процессору доступно гораздо больше команд, и в первую очередь это команды именно нацелены на манипуляцию процессами, на манипуляцию памяти и на то самое, что изнутри процесса, из обычного пользовательского уже изменить нельзя. Так вот, если вернуться к логике то разделение, то ядро реализует механизмы реализации, а то, что называется юзер-спейс, я бы назвал это оно не совсем пользовательское, вот тут тоже есть некоторое значение. как бы перевести юзер-спейс на русский. Сейчас попробуем. Нет, тут скай будет пространство пользовательское, ладно. Поскольку это пространство, оно для всех пользователей сразу. Да, так вот, значит, еще раз, ядро работает в режиме ядра, про который мы пока ничего не знаем, но поверьте мне на слово, что в нем ядру доступны такие команды, которые обычному пользователю недоступны, но помимо ядра, поскольку анализуют только механизм, есть еще пространство пользователя, в котором реализована логика раздачи, реализации этих самых ресурсов. Ну, например, у вас есть возможность работать с диском, и ядро вам предоставляет возможность заблокировать диск, начать с ним работать, там даже файл открыть на самом деле, это тоже в ядре внутри, вот, но допустим обычная команда прочесть из файла, да, функция прочесть из файла, которую вы используете в вашей программе, до тех пор, пока она не полезет непосредственно на диск, работает в юзерспейсе, буфер ввода-вывода лежит в юзерспейсе, который читается из диска, счетчик, который показывает в каком месте на этом буфере вы находитесь, лежит в юзерспейсе, какие-то значит волшебные преобразования типов лежат в юзерспейсе, вот питончик, если мы запускаем, то большая часть того, что он делает с файлом, например, декодирует, делит на строки, вот это все, это все, понятное дело, не нужно засовывать в ядро, вся вот эта логика лежит в пространстве пользователя, вот, таким образом, реализация логики так или иначе выходит в юзерспейс и в решении всевозможных пользовательских подзадач, манипуляция файлами, манипуляция вводом-выводом, какие-то, значит, математические прибамбасы, короче, все, что вы можете захотеть от операционной системы, так сказать, every day, каждый день можете захотеть операционной системы, все решения этих задач тоже выносятся в юзерспейс. Довольно типичным примером решения пользовательских подзадач являются библиотеки, с которыми вы компилируете свои программы. Ну, то есть, вот, математическая библиотека, да, не знаю, что у вас там было на C++, но тем не менее, значит, это как раз ситуация, когда у вас есть довольно большая пачка написанных до вас, написанных до вас кода, которые там что-то вычисляют, которые вы просто подключаете к своей программе, чтобы вычислять там симусы, косинусы, вот это все. Типичная составляющая операционной системы библиотека. Вот. Для системного программиста очень-очень нужен. Или, допустим, системный вызов чтения из файла, но он довольно, мы это увидим, кстати, в курсе, он довольно такой не для людей на самом деле, потому что он ограничен только логикой чтения из файла. Если вы хотите реализовать какую-то абстракцию, файл как поток, еще что-то, то все, что превращает системный вызов прочитать из файла в, допустим, функцию в языке программирования C, которая называется FREAT, все это лежит в юзерспейсе, в соответствующей библиотеке, которая называется LIPC, исполняющей системой C, вот, и тоже является таким типичным решением пользователя под задачу. Пользователь, программист-пользователь хочет читать из файла, он не хочет пользоваться стандартным системным вызовом, потому что он страшный. Потом хочется пользоваться чем-то таким красивым и пушистым, например, функцией FREAT в C. Вот, в библиотеке. Это все у нас будет. Я надеюсь, если успеем. На самом деле на этом собственно операционная система заканчивается, но, естественно, то, что мы хотим от операционной системы только начинается, потому что здесь начинаются уже приложения, так называемые. Я не очень понимаю границу между, скажем так, прикладным и системным программным обеспечением, прошу прощения, обеспечением, где, собственно, заканчивается операционная система и где начинаются такие вот приложеньки, сказать true. Да, наверное, и не нужно. Особенно, если мы рассматриваем операционные системы вот Unix-подобные типа того же Linux. В следующем модуле, в четвертом, мы увидим, что архитектура Linux-дистрибутива, она очень-очень ячеистая. Там вот берется ядро и обматывается огромным-огромным количеством дополнительного программного обеспечения и база получается операционной системой. Тем не менее, мы можем грубо сформулировать так, что приложение это необязательный компонент операционной системы, совсем не обязательный, нужный для решения какой-то конкретной пользовательской задачи. приложением является, например, текстовый редактор, с помощью которого я редактирую этот текст. Но поскольку этот текстовый редактор в случае Linux-а еще используется для, например, редактирования системных настроек, то, наверное, он часть операционной системы. Невозможно пользоваться Linux-ом без текстового редактора. совсем. То есть... Смотрите, рекурсивное определение, да? Вот. Мы как раз поговорим о структуре дистрибутивов Linux в следующем модуле, и мы увидим, что есть несколько подходов к формированию дистрибьюшн, дистрибутивов, и один из них как раз состоит в том, что приложение это все. В том смысле, что у нас есть ядро, и дальше мы туда вот к этому ядру добавляем, 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 в какой-то момент получается операционная система. Вот. Довольно важный момент, который нам позволит перейти от разговора операционной системы к разговору о языке программирования C, собственно. Это момент унификации. Значит, про разделение мы очень-очень в черне, но поговорим. Что имеется в виду под унификацией? Под унификацией в первую очередь когда-то давно имелось в виду следующее. Вот у нас есть жесткий диск. Он управляется какими-то командами. Примерно в том стиле, в котором мы в прошлом модуле программировали вот, допустим, терминал. Помните, там надо что-то куда-то вывести, в какой-то регистр, дальше подождать, дальше что-то где-то появится, ну вот такое. Но жесткий диск это не терминал. Жесткий диск это довольно сложная система, особенно современный жесткий диск, в котором есть внутренний кэш, например, или размер считаемого блока. Я не говорю уже про solid-state drive, который с sd-шки, где есть, например, команда стереть. Вот не записать, а стереть. Вот. То есть логика взаимодействия с устройством хранения может быть довольно хитрой на уровне непосредственного управления портами и регистрами этих устройств. Ну, мы видели хитрую логику работы с этим самым несчастным нумпадом. Она хитрая. Вообще говоря, пользователю не очень хочется вдаваться, пользователю-программисту в нашем случае, не очень хочется вдаваться в такие подробности. В какой регистр что записать, чтобы головка диска, головка диска переместилась на нужный цилиндр? Ну, это... Я не хочу на головку диска перемещать на нужный цилиндр. Я хочу файл прочесть. Ну, вот. То есть у ядра операционной системы есть как бы верхняя половина и нижняя половина. Нижняя половина это то, что смотрит на аппаратуру и в зависимости от конкретной аппаратуры с ней по-разному работают. Таймер, внешнее устройство, возможно, память, потому что память бывает неоднородная на самом деле. Да? Ну, вот это все. А верхняя половина смотрит на пользователя и говорит, пользователь, пользуй... Ядро говорит, пользователь, пользователь, пользуйся мной. Я тебе предоставлю унифицированный интерфейс чтения с файла, унифицированный интерфейс обращение к, не знаю, той же самой звуковой карте, например. Ты мне даешь команду и вне зависимости от того, какой производитель изготовил твою звуковую карту и какие регистры, какими численками нужно наполнять, эта команда будет выполнена. И звук там из карты польется. Вот. Вот в этом задача унификации. И здесь перед нами, как перед программистами, скажем, на языке ассемблера встает очень большая проблема. Давайте вспомним. Мы, правда, проходили только одну архитектуру, MIPS, но мне кажется, что даже по внешнему виду MIPS есть ряд проблем, которые невозможно решить, если мы программируем на ассемблере. Проблема именно связана с унификацией. Что я имею в виду? Наша операционная система должна, и мы должны под нее программировать одинаково на компьютерах с принципиально разной архитектурой, принципиально разной системой команд. Другой. Поэтому, ну, хотя бы поэтому мы не можем писать на ассемблере, потому что ассемблер, ну, не знаю, там, x86, он вообще не такой совсем. Там другие команды, там, если это 32-разрядная ассемблер, там еще и регистров с Гулькин нос. Их там 4 или 8, не помню, мало. 20. Но это еще не все. Значит, помните такая штука, как соглашение. Соглашение по использованию регистров, например. Во всех архитектурах они разные. Что еще хуже? Помните соглашение по вызову функций? В Риал-Лайфе я уже, по-моему, говорил, для архитектуры МД-64 есть 16 разных соглашений по вызову функций в зависимости от того, сколько там параметров, какого они объема и еще там, какие пятна на Луне. В общем, вот это все разно. И это только для одной архитектуры. То есть, ни о какой... Ну, вот мы написали программу на ассемблере, запустили ее под какой-то операционной схеме, она работает. Принесли на другую, она не работает. Да, значит, есть еще один тонкий вопрос. Это в рамках одной и той же архитектуры бывают разные версии. Ну, вот, не знаю, какой пример привести. Раньше был хороший пример процессоров, которые поддерживали расширение MMX и не поддерживали Multimedia Extension. но это было давно. Это было лет десять назад, если не больше. Сейчас все поддерживают. Ну, грубо говоря, вот поддерживать процессор виртуализацию или нет? Мы можем рассчитывать в нашей операционной системе, что в процессоре есть команда виртуализации или не можем? А если не можем, то как быть, имитировать ее или чего? Вот. Все это нуждается в унификации таким образом, чтобы наш пользователь, в данном случае программист, продолжал программировать на чем-то. А его программы работали на одной операционной системе и на другой. Собственно, в этом был пункт, когда вот в эту команду уже более чем из двух человек, которые писали операционную систему Unix в 60-х годах, в начале 70-х пришел такой известный ученый и популяризатор компьютерной науки Брайан Кернига. Он пришел к Кену и сказал, Кен, нет, Деннис, естественно. Сказал, Деннис, ты давай какой-нибудь язык программирования придумай, переносимый, чтобы, значит, программа на нем одинаково работала и на машине PDP-9, тогда уже было PDP-11, и на какой-нибудь, например, 32-разрядной машине, которая называлась Интердата-32. Абсолютно разная архитектура. Язык программирования должен быть таким, чтобы на разных архитектурах программа выглядела одинаково. За исключением тех ситуаций, когда мы непосредственно лезем в мозги архитектура. Ну, например, в порт какой-то хотим писать, но в порт он всегда разный. И вот тогда возник язык программирования C. Надо сказать, что до этого был язык программирования, который назывался B, вот, Деннис его написал, но он тогда еще не очень понимал, чего надо, например, там не было типов, там тип был, машинное слово. А это, в общем, важно. В плане унификации очень важно, чтобы программист работал с целыми числами, вещественными числями и не заморачивался, каким образом они моделируются на уровне операционной системы, на уровне архитектуры. Значит, прежде чем переходить к языку программирования C, давайте мы с вами поговорим на тему, что нам не нравится в ассемблере. Вот прям вот все наболевшее высказывайте. Да, значит, calling convention, да, значит, ну, хорошо, да, давайте в порядке, значит, соглашение по вызову под программ. Это действительно адский ад, вот, в действительности он гораздо адовее, чем мы с вами думаем, с вами еще очень легко обошлись, вот, он все время разный, и такой штуки в нашем языке программирования, который мы сейчас выдумываем, конечно же, быть не должно, она вся должна быть под капотом. Еще. Ага, планирование регистров. Понятное дело, что это тоже немножко адский ад, потому что мы вот написали программу, потом понимаем, что нужно еще два регистра, а их нет. И мы начинаем делать костыли, ну, давайте засунем в стек, будем использовать локальные переменные на стеке. На самом деле, тут я от себя добавлю, потому что, на самом деле, ситуация более хитрая. У нас при программировании на ассемблере есть три разных вида, скажем так, переменных. В понятии переменных в принципе нет на ассемблере, но три разных вида переменных у нас есть. Во-первых, это переменные, грубо говоря, статические, которые лежат в памяти и доступны по метке. Во-вторых, это переменные, которые лежат на стеке, параметры, локальные переменные нашей функции. И в-третьих, это регистры. С точки зрения программиста на ассемблере, это абсолютно разные вещи, потому что к переменным статическим мы можем обращаться по имени, к переменным на стеке мы можем обращаться только по смещению относительно стека, слава богу, у нас есть фрейм, внутри которого смещение константное и инструмент ассемблера, который может приделать какую-нибудь буковку к этому смещению. Но все равно это будет другое, будут другие инструкции. И отдельно у нас есть регистры, в которые мы запихиваем самые нужные переменные, которые мы все время... Вот все вот это хотелось бы по возможности запихать под капот, чтобы все это было просто переменной. А если уж тебе очень надо, вот эта переменная пожалуйста на регистре размести. Три вида переменных. Статические, на стеке и регистре. В общем, с точки зрения человека, который программирует, прям есть такой соблазн вот сказать само пожалуйста там как-нибудь. Еще. Обертка вокруг сисколов, да. И кстати сказать, язык как ни странно у меня вот мне в голову это не приходило, но как ни странно язык программирования C эту задачу точно решает. Есть специальная библиотека ЛИПСИ, которая это делает, так что да, обертка вокруг сисколов. Тем более, что они в разных операционных системах могут иметь разные номера, например. Вы не назвали самый главный недостаток ассоциального. Почему-то его все называют в последний момент, а некоторые не называют вообще. Арифметические выражения. Главный недостаток ассэмблера это то, как мы пишем на нем арифметические выражения. А мне нравится, да? Это, конечно, да. Собственно, самый первый в мире язык программирования, как назывался такой популярный массовый? Кто помнит? Нет? 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 Никто не помнит. Слушайте, а у вас была вообще такая вот история вот это все. Фортран. А помните, как он расшифровывается? Формула, транслятор. Математики, это язык программирования, который писали не специалисты в области информатики, а математики. Потому что они задолбались писать формулы на ассэмблере. Ну, реально. Поэтому они написали транслятор, формул. Вот. Фортран. До сих пор существует живой язык, между прочим. В 2020 году очередной стандарт выходит. Ну, потому что на нем написано немеренное количество математического софта. Немеренное. Вот. Значит, арифметические выражения, да. Чего еще неудобного? Давайте вспоминать. Что бы еще хотелось исправить в этом вашем ассэмблере, чтобы он был удобнее? Ну, я могу, так сказать, уже сам, если, если, как бы, вспоминалка. Так вот, смотрите, что еще, в общем, неудобно в этом вашем ассэмблере? Ну, например, циклы и условные операторы. Не то, чтобы они были совсем неудобные, но все вот эти go-to странные переходы, они, как бы, так сказать, неструктурные. Было бы удобно вместо явного указания откуда, куда переходить, ставить какие-то такие волшебные скобочки и говорить, вот тут внутри, пожалуйста, по циклу выполнили. Не то, что неудобно, а, так скажем, ну, неудобно. Да, неудобно, реально. Вообще-то неудобно. На самом деле, есть еще одна вещь, о которой мало кто вспоминает, но она тоже ключевая. Смотрите, помните, когда мы работали с массивами? Мы, правда, почти всегда работали с числовыми массивами и с этой проблемой не сталкивались совсем уж вплотную. Но помните, вот вы пускаете цикл по массиву. Цикл у вас, допустим, массив, допустим, на 20 элементов. Целочисленный. Помните главное, в чем нельзя было ошибиться, когда вы делаете цикл по целочисленному массиву? Это сколько прибавлять? Да. Да. Уж не знаю, кому она пришла в голову, скорее всего, самому Деннису, эта идея, что в этом языке, вот который мы делаем, изобретаем тут, должна быть адресная арифметика. То есть, если мы прибавляем единичку к указателю на целочисленный элемент массива, единичку, то у нас получается указатель на следующий элемент массива. Чтобы не было такой штуки, мы прибавили единичку, получился адрес, не кратный вообще четырем, и все развалилось, вот это все. Адресная арифметика. Это еще и потому важно, что сейчас мы будем говорить о том, чего нельзя менять в ассемблере, когда мы делаем более высокого уровня язык. Это еще и потому важно, что мы, тем не менее, продолжаем работать с адресами. То есть, у нас нет такой отвлеченной модели, как, допустим, в Паскале, и не говоря уже о Питоне, где у нас, в общем, нет понятия адреса, есть понятия, что там ссылка на что, указатель на что. Есть еще одна вещь, которую мы с вами просто не успели сделать, а именно, когда мы работаем не с простыми типами данных, а с составными, чтобы банальный список, вот как устроен, вот не тот, который в Питоне, потому что в Питоне нету списка, в Питоне есть безразмерные массивы, а список, который linked list. Не знаю, вот кто из вас это вообще где-то, ну, в школе должны были, нет? Linked list. Просто, а? Linked list. Да, вот. Ее надо делать. Один элемент списка состоит из payload, то есть, данных, которые в нем, и ссылки на следующие. То есть, у вас получается тип данных такой составной, состоящий из других типов данных внутри себя. Если вы хотите, например, сделать массив данных такого типа, вам придется, вот такого рода элемент считать единичным блоком, адресная арифметика будет устроена таким образом, что прибавление единички будет увеличивать размер вот на вот этот блок большой. Вот. Ну и вообще всякие составные типы. Теперь представьте себе, как это реализовывать на ассемблере. Правильный ответ? Никак, вручную. Значит, составные типы данных. Мне кажется, это все. Вот все вот это должно, мы должны изменить. Что мы не должны менять? И это, кстати, ответ, почему C не является C++-ом просто ни с какой стороны. Первое и главное, что должно остаться, когда мы планируем написать нашу операционную систему на языке программирования отличным от ассемблера. Первое, что должно остаться, это та модель памяти, которая в действительности используется в вашей архитектуре. Непосредственный доступ к адресам. Сейчас, давайте я поясню еще с другой стороны, о чем я говорю, и тогда, может быть, будет понятно и мне тоже, как это сформулировать. Знаете, чем отличаются высокоуровни языки программирования от низкоуровневых? Высокоуровни языки программирования отличаются от низкоуровневых тем, насколько вычислительная модель, в которой вы планируете свое вычисление, отличается от вычислительной модели, реализуемой тем железом, на котором вы потом это запускаете. То есть, если мы говорим, у нас целое число безразмерное, как в питоне, это очень высокий язык программирования, такого железа просто не существует, которое так делает. Если мы говорим, у нас, допустим, как в Паскале, например, указатель, это потенциально бесконечный абстрактный тип данных, который показывает не в какое-то место памяти, да, а соответствует объекту в Паскале. Это высоковерный язык программирования, потому что он не завязан на понятии адреса. Мы говорим, мы даже не знаем, что там внутри лежит типа данных указателей, мы его вывести не можем, мы к нему, ну, там, байтик не можем прибавить. Он, это просто указатель. Мы говорим, вот, разминали этот указатель, попали на этот самый, на объект. Вот. Примерно так же, как в питоне, но в питоне немножко по-другому, потому что мы не можем разминовать указатели, мы всегда с ними только и работаем. Низкорный язык программирования пользуется теми компонентами вычислительной модели, которые ему предоставляет, собственно, реальный вычислитель. Вот, типы данных в СИ, это те самые типы данных, которые у вас в процессоре. Адреса в СИ, это те самые адреса, которые у вас в процессоре. Ровно они. Прибавляя там, вот, с помощью адресной арифметики нужное смещение, вы получаете реально следующий адрес. Записывая определенный байт в определенный адрес в памяти, вы знаете, что именно по этому адресу в памяти, вот, если посмотреть, заглянуть в компьютер, да, будет этот байт. Вот. Вот это низкорный язык и СИ, это низкорный язык программирования. Короче говоря, модель памяти соответствует аппарату. Вот. Ну, собственно, да, значит, типы данных. Скалярные, это значит, несоставные, потому что я не придумал, не придумал другого слова. В языке программирования СИ скалярные архитектурах у вас на старых, на очень старых архитектурах у вас целое число может быть 16-ти битных. А на некоторых 32-х. По-моему, там всего 3 было. А, да. И еще одна неприятная засада. И это вообще размер машинного слова и порядок байтов. Помните, мы разговаривали про порядок байтов? Big engine и little engine. Так вот, в низкоуровневом языке порядок байтов разумеется, должен остаться тем же. Потому что мы же работаем с реальной памятью. Мы потом дергаем железку, говорим, дорогая железка, вот тебе байты. И в нашей вычислительной модели порядок байтов должен быть такой, как на процессоре. Вот. Особенно это смешно в MIPS, в котором есть переключатель порядка байтов. Хотите такой, хотите такой. Вот. Вот, исходя из этих соображений, значит, я сразу признаюсь, я подвожу базу под фразу, конечно. То есть, в том смысле, что EGXC создавался с другой стороны. EGXC создавался не потому, что люди точно знали, что нужно оставить, а что переделался. А люди, как это сказать, переделывали то, что им больше всего не нравилось. А то, что как бы норма, оно и оставалось нормой. Ну, вот так вот выяснилось. Окей. Значит, у нас не осталось, у нас осталось минус 3 минуты. Мы с вами не поговорили о том, какой объем языка программирования C нужно изучать. поэтому я думаю, что мы это сделаем на семинарах. Ну, тогда все. Всем спасибо, а то там уже люди какие-то топчутся. Игорь Негода, Продолжение следует...